Друзья, всем большой привет! Сегодня у нас чудесная погода, вы видите, светит солнышко, и мы с Гетсби отправились навестить моих бабушек. Вы знаете, что мы переехали, и сейчас видимся с ними очень редко, но стараюсь раз в недельку, обычно в четверг или в пятницу их навещать, беру с собой собаку. Бабушкам никакие подарки не нужны, они любят что-то вкусненькое, особенно у меня одна бабуля любит хлеб. Я всегда ей говорю, давай куплю какой-нибудь тортик, вкусное печенье, нет, мне ничего не нужно, вот купи мне булочек, хлеба. Бабушка человек, который родился во время войны, они реально пережили голод, и она говорит, что ничего я не люблю так сильно, как люблю хлебушек. Поэтому стараюсь всегда заехать и купить хлебушек какой-нибудь вкусный, свежеиспеченный. Это у нас хлебушек, и не только, здесь пончики с сахарной пудрой, бабушка их не очень любит, это я больше для себя купила, можно кушать изредка какие-нибудь вредности, особенно в гостях. Рулет с маком, вот такой вот, свеженький, мягкий, чиабатта сырная, и вот такие вот булочки, по-моему они с отрубями. У меня бабушка просто обожает кошек, она их подкармливает на улице, есть у нее пару любимцев, я решила купить ей вот такую сахарницу в виде котика. Приедем к ней, откроем, вам покажу, вот такая вот подставка под ложечку, когда мы что-то готовим, чтобы не класть на столешницу, а класть на ложку. Просто мне понравились эти котики, это все абсолютно недорогое, бабушка никогда не оценит, если я ей подарю что-то брендовое. Даже от души она всегда ругается, зачем вы тратите деньги, мы старые, нам ничего не нужно, но я ее никогда не слушаю и все равно стараюсь хоть какими-то мелочами бабушку свою радовать. Напишите, какие у вас взаимоотношения вообще со своими бабушками, любят ли они подарочки, едете ли вы к ним в гости. Как дела, малыши? Хлебушек. 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 Можешь ему что-то корму насыпать. Ну насыпай, насыпай, я сейчас все равно пока в кино съезжу, а он у тебя побудет. Дедби, какие булочки бабушки. Какие вкусные. А вот хлебушек, а вот хлебушек. А сейчас будем пончики есть, я тебе дам понюхать. Да. Смотри, что тут такое. Жалко с собакой не было, только с кошками. Ты все равно кошек любишь. Да. Так, Дедби, бабушка кошек любит. Да. Да мне их просто жалко, Ян. Я не люблю особо, но мне просто, посмотрю, они голодные. Да. И никто ничего не вынесет. Да, если ты не вынесешь, то они согнутся. Если бы у меня были окна на ту сторону. Ты бы и не видела. Я бы не видела, и я бы не расстраивала. Да, так ты видишь. А то увижу, вот они со всех сторон бегут в эту. В подвал? В подвал? Да. Собираюсь готовить очень вкусное блюдо, быстрый перекус, отличная альтернатива привычному всеми нами омлету. Вот такой вот овсяный блинчик, можно делать разные начинки, готовится за 5 минут, насыщает вас просто нереально. Смотрите, делаем одну большую порцию, либо же две маленьких. Берем 2 яйца, 3 столовых ложечки вот таких вот с горочкой овсяных хлопьев и 3 ложечки любого молока. Вместо молока можно использовать воду, если вы молоко не употребляете. Я вот покупаю такое низколактозное, иногда готовлю с ним, иногда с водой на вкус, вообще никак не влияет. Все это смешиваю. Все хорошенечко перемешиваем, можно добавить какие-то специи, либо же немножечко соли. Добавлю немножечко розовой соли. Хорошенечко все перемешайте, чтобы у вас белок и желток полностью разошлись, получилась такая однородная масса. Доковородочку ставим на плиту, добавляем немножечко масла. Спределяем по всей поверхности сковородочки и на медленном огне выпекаем. Как только нижняя сторона у нас зарумянится, мы будем переворачивать и готовить как блинчик. Начинка для нашего блинчика может быть абсолютно любой. Моя самая любимая это помидоры и сыр. Но помидоров у меня не оказалось, я добавлю немножечко бекона. Если вы не едите мясо, можете добавить просто какие-то овощи. Прошло буквально полторы минутки. И видите, наш блинчик уже с той стороны поджарился. Сейчас я его попробую перевернуть. Сильный огонь не делайте, потому что он у вас очень быстро сгорит. Смотрите, какой он красивый. И сейчас мы берем и на одну половиночку выкладываем начинку. Я, как вам и говорила, буду выкладывать бекончик. Сюда можно положить помидорки. Это будет очень вкусно. И теперь кладем вот так вот сыр. Лучше сыр брать мягкий. У меня не оказалось мягкого, только твердый. И, как вы, наверное, уже догадались, мы сейчас возьмем. Немножечко снизу у нас поджарится. И одной половинкой вот так вот накроем сверху. Есть у меня вот такие приправы итальянские травы. Я тоже немножечко сверху посыплю. Вот так вот берем, прям пополам. И вот так вот перебрасываем. У нас получается такая вот закрытая начиночка. Никогда ничего не пригорает. Все вообще получается просто отлично. Все. Я огонь убавляю, полностью, вернее, даже его выключаю. Накрываю крышечкой, отставляю буквально пару минут. И будем смотреть, что у нас получится. С 1 февраля в моей группе ВКонтакте стартовал конкурс. И каждый может стать обладателем блокнота счастья вот такого, который я делала сама. Вообще, этот блокнотик должен был поехать на благотворительность. Но мне не сложилось перед Новым годом встретиться с человеком, который этим занимается. Мы не успели. И блокнот, и еще много других блокнотов остались у меня. Я их никому не подарила. Поэтому я буду их разыгрывать. Проходит творческий марафон. Если вы любите заполнять личные дневники, умеете рисовать, присоединяйтесь. Всего будет 10 заданий. Выполнять их нужно 1 раз в 3 дня. Выкладывать фотки на страницу ВКонтакте. Не обязательно хорошо рисовать, что-то там уметь делать. Просто большое ваше желание, и другого ничего не нужно. Присоединяйтесь, друзья. Возможно, именно вы получите вот такой вот блокнотик от меня. А еще у меня большая радость. Наконец-таки зацвел цветочек. Этот цветок долгое время себя как-то плохо чувствовал. Не знаю, что с ним было. И он не цвел, наверное, лет 5. И вот, наконец-таки, появился бутончик. И совсем скоро он раскроется. Возможно, в связи с тем, что мы переехали здесь, ему стало по климатическим условиям лучше. Здесь в одной комнате прохладно. Может быть, он любит именно прохладу. А в других местах ему было душно. У него вылезли вот такие молодые листики. Видите, прям ярко-зеленые. Вот это вот старенькие. Я уже их тоже пообрывала. В общем, жду, когда же он, наконец, раскроется. И будет радовать меня своей красотой. Дед бы устроил какую-то истерику. Не понятно, что произошло. Видите? Видимо, что-то под диван загнал. Что там такое? Что тебе достать? Сейчас посмотрю. Нет там ничего. Там нет ничего? Я не знаю, что там у тебя застряло. Дед, что там такое? Что там? Палочку загнал? Палочку загнал. В общем, сейчас буду включать свет. И искать, что ты туда загнал. Заглянула я под диван, и оказалось, что он загнал туда резинку. Причем очень далеко. Сейчас вот такой вот железной линейкой буду вытаскивать. Вот она, резиночка, Гетсбер. Вот она. Вот она, твоя резиночка. Жучила. Все, неси, неси. Ладно, друзья, будем с вами прощаться. Желаем вам отличных выходных. Всем пока и до новых встреч. А ты жуй.